Ликвидация. Ликвидация не претерпела особенных изменений, но по нынешнему, по новому нормам Гражданского кодекса, если учредитель считает, что деятельность, организация достигла тех целей, ради которых она создана, или имеются непреодолимые препятствия для продолжения деятельности, что приятно, потому что тебя сейчас много, то учредитель имеет право принять решение о ликвидации организации. В случае с фондом он будет обращаться в суд, в случае не фонда он будет обращаться в Министерство юстиции, в Министерство юстиции, скорее всего, вместе с налоговой инспекцией, очень быстро по этому основанию ликвидируют. Довольно мелко, но неприятно поменялись формулировки полномочий органов управления практически у всех фонд. Там где-то утверждает, вместо назначает, где-то назначает, вместо утверждает. Учитывая, что все управления Министерства юстиции и Федеральные министерства очень внимательно относятся к тому, чтобы как в законе написано, так и было написано в уставе, нужно просто сравнить то, что сейчас в тексте гражданского кодекса нового с тем, что написано у вас в уставе. Потому что вот эти мелочи, они повлекут за собой, ну, конечно, не отказ от регистрации, но необходимость внесения таких вот точных изменений. То, что касается изменений уставов, это тоже полномочия высшего руководящего органа во всех организациях, но для фондов принято решение, что если специально не написано в уставе, что занимает решение об изменении устава учредитель или высший руководящий орган, то устав фондов может изменить суд. Этого в нашей практике никогда не было, но вот такую возможность законодатель предусмотрел. Это, с одной стороны, мелочные изменения, но с другой стороны, они повлекут за собой необходимость изучения собственного устава, необходимость корректировки, с одной стороны, мелкой, а с другой стороны, у фондов его анонс достаточно содержательный, и взаимодействие с нашим любимым Министерством юстиции по регистрации новой редакции уставов на коммерческих организациях. Предполагается, и это гражданский кодекс предусматривает, что Министерство юстиции может разработать типовые уставы для организационно-правовых форм разных. У них была такая мысль, но если принимать на понимание сложившуюся практику, вероятно, в этом уставе, в типовом, нельзя будет поправить вообще ничего. Ну, единственное, можно будет нести свое название, может быть, свою цель. Вот все остальное нужно будет принимать как данность того, что будет написано в типовом уставе. С одной стороны, это будет упрощать процесс регистрации, с другой стороны, это будет усложнять процесс деятельности. Потому что каждая организация, она для себя выбирает свои структуры управления, свои формы деятельности, виды деятельности. К первому сентября не готова пока ничего. К первому сентября осталось меньше недели. Поскольку нам известно, Министерство экономического развития уже подготовило поправки законов акционерных обществов. Министерство юстиции пока никакого проекта не подготовило. Исходя из наших последних обсуждений, это было в июне, у них пока не сложилось четкого понимания, как будет меняться законодательство. Есть два пути, по которому, возможно, пойдет Министерство юстиции, как орган, ответственный за изменение законодательства, подсвязанное мнение МГК. Первый путь, это будет единый закон для всех некоммерческих организаций. То есть закон о некоммерческих организациях заполнится общественными организациями, общественными движениями, общественными фондами. И тогда, наверное, это будет проще. Но в этом случае международное сообщество обвинит нас в том, что мы ни в коей мере не поддерживаем право на объединение, которое является одним одновременностью, обладающей прав человека. Которое у нас выражено в нашем законе об общественных объединениях, которое гарантирует свободу объединения. Второй вариант, это закон об общественных объединениях будет в сильном пересмотре. Останется несколько организационно-правовых форм. Вероятно, будут уточнены очень мелкие моменты, которые не указаны в Гражданском кодексе. При этом закон о благотворительной деятельности Министерство юстиции полагает вообще не трогать. Как это возможно, пока сказать сложно при изменении двух основополагающих законов для нас. Ну вот, у них было таких два возможных пути, по какому они пойдут. Сказать довольно сложно, но нам придется, естественно, что мы будем в курсе, будем сообщать, будем информировать. Надеюсь, если все это будет готовиться в незакрытом режиме, будем принимать участие. Но здесь нужно, наверное, тоже немножко подождать и не вносить изменения устава очень быстро, по крайней мере, до января практически не стоит. Потому что это как закон об общественном контроле. Если мы с вами все приведем в соответствии с ГК, а нормы социального законодательства будут расширять, сужать, изменять, скорее всего, расширять то, что в ГК написано, то нам тоже придется опять приводить в соответствии с новым законом. Поэтому торопиться не надо, но надо понимать, что все уставы придется так или иначе переписывать. Это мало приятно, но это не надо. Я думаю, что до 1 января с ним спокойно абсолютно, но после 1 января, когда уже картинка будет ясна, нужно будет, я думаю, в течение года-двух все-таки привести в соответствии с новым законом. При первой необходимости будет проектоваться, как при первом собрании, да, и при первом собрании того органа, который изменяет устав. Поэтому здесь, исходя из практики, я бы очень не доверяла таким благотным заявлениям, потому что я думаю, что это будет более правильно. В начале будущего года уже заняться изменениям устава. Ну, я думаю, что этим я вас не очень оборчу. Гораздо меньше, чем общественная каркасная шарматика. Если есть вопросы, пожалуйста, я готова. Вопросы, судя по-другому, нет. Я очень рада с вами увидеться. Я сожалею, что я не могу нести ответственность ни на один из нормативных...